На кадрах поступающих в эти минуты из Киева с трудом удается узнать центр украинской столицы. Обстановка на улице Грушевского сегодня предельно обострилась. В ответ на очередную атаку боевиков-экстремистов спецназ штурмом взял баррикады и вытеснил погромщиков с улицы. Сегодня на Майдане появились первые жертвы. Генпрокуратура Украины подтвердила гибель двоих человек. Сейчас площадь столкновения расширяется, радикалы жгут автомобильные шины, правительственный квартал окутан черным дымом. Кафе и магазины Киева срочно закрываются. С нами на связь из украинской столицы выходит наш коллега Максим Киселёв. Максим, здравствуйте. Где вы находитесь и что происходит в городе в эти минуты? Мы сейчас... Безусловно, она распространяется как-то международной. Слышите, взрываются шумовые гранаты. Ну а улица Грушевского уже знаменитая. Вот она, за моей спиной. Сейчас она в огне. Горят покрышки. Их пытаются безуспешно потушить с помощью водомётов. Спецназ, струи идут сквозь чёрный дым, но ничего не получается. И ещё одна новость, наверное, неприятная для тех, кто атакует Беркут. Только что зажёгся огромный мощный прожектор. Это всегда означало, что готовится новая атака спецназа на тех, кто атакует обороняющих правительственные кварталы милиционеров. Майдан, он совсем рядом, метрах в трёхстах отсюда. И там тоже готовятся к штурму. Сегодня с трибуны его заявили, что Майдан будут штурмовать сегодня. Комендант площади сказал следующее. Он готов выставить против Беркута 8 тысяч бойцов. Они уже на баррикадах готовят коктейли Молотова и камни. Несколько сотен. Перекрыты входы в подземные переходы, которые ведут к метро, потому что атаки опасаются, что атака пойдёт ещё и оттуда. Коллеги. Максим, а кто сейчас, что за люди находятся на улице, помимо радикалов и сотрудников МВД? Ну, конечно, сказать о том, что только радикалы сейчас на улице Грушевского, это было бы неправильно. Конечно, здесь очень много зевак. Люди приходят, некоторые были даже сегодня и с детьми, посмотреть, что на самом деле происходит. Они, по сути, оказываются заложниками. Их подставляют те, кто бросает в спецназ зажигательные бутылки. Тем самым вызывают их обратную реакцию Беркута. И потом этим людям, зевакам, приходится бегать от спецназа по площади европейской вместе с радикалами. Коллеги. Максим, ну и мы ждём подробностей того, что сейчас происходит на улицах Киева. И происходило сегодня в репортаже, который вы снимали сегодня. Нефть.